Ублюдки-коррупционеры, грабили народ, строили все замки на земле, принадлежащей громаде, создали коррупционную, на сквозь прогнившую судебную правовую систему, в которой, не заплатив денег, ты никогда не выиграешь ни один суд, даже имея полную доказательную базу своей правоты. Благодаря этой грязной системе прокуроры превратились в пособники судей. Практически не выносятся оправдательные приговоры, а те жалкие 0,2% оправдательных приговоров делаются за деньги или по большому плату. Коррупция – это враг украинского народа, это враг бизнеса, это система, за счет которой живет кучка людей, которая сидит на этой цепи. Кому хочу – позволяю, кому хочу – не позволяю. И все должны платить взятки. Нужно рушить эту систему, искоренять коррупцию огнем и мечом, чем, собственно, мы сегодня и займемся. Щупальцы сбрута коррупции проникли во все сферы государственного аппарата. Это и ЖКХ, и ЗАГСы, и ГАСКИ, службы занятости, таможня, во все контролирующие органы. И этот список можно продолжать очень долго. Всем желающим передать привет и высказать все, что наболело человеку, который ассоциируется больше всего в нашей стране с коррупцией, Сергею Васильевичу Кивалову, ну, в народе мы его называем проще – Педрахуй, можно написать в книге жалоб и предложений, если есть такие к нему. Я предлагаю Марку Гордиенко, будущему депутату Верховной Рады, который не побоялся выступить на выборах по 135-му округу избирательному, собственно говоря, против этого одиозного человека, против Кивалова. Я предлагаю ему сделать первую запись и сказать пару слов тем, кто собрался. Марк. Дорогие друзья, у нас этот так называемый перформанс происходит по какой причине? Господин, который слегка напоминает Кивалова, олицетворяет собой вот ту чудовищную систему, в которой мы с вами живем. Большинство людей даже не подозревает, что они находятся под домокловым мечом неправосудия в этой стране. Поэтому как только вы, не дай бог, столкнетесь с этой системой, вы поймете, что или взятка, или большие деньги могут вас спасти от тюремного срока. А если вы попадаете туда, то выхода оттуда нет. Тысячи людей сегодня сидят в тюрьме. Ни за что. Тысячи людей годами ждут суда и мучаются в невероятных условиях. И все это создал вот этот человек, который называет себя юристом, который создал вот этот дом Мордора. Это Мордор. Это с виду напоминает Академию. Он гордится тем, что он десятки лет выпускает негодяев. Негодяи, которые судят неправосудно, берут взятки. И заставляют людей понимать, что мы находимся в этой стране, просто в тюрьме, чуть-чуть больше. Шаг влево, шаг вправо и конец. А ему было позволено все. Вот обратите внимание, вот эти все строения, которые от нас находятся слева от меня, они все незаконные, вообще построены без единого разрешения. Но если бы это сделал какой-то обычный бизнесмен, это было понятно. Но это делает юридическая академия. Это делает Кивалов. И он считает, что ему было позволено все. Вот теперь ему будет в этой стране не позволено ничего. И мы приложим все усилия, чтобы он не прошел Верховную Раду. Никогда он туда не попадет. Ни при каких обстоятельствах. Не пустим его физически. Потому что это вызов в стране. Уничтожение вот таких людей, это реальный знак и надежда, что мы что-то можем изменить. Если мы их не уничтожим, то все усилия миллионов людей были напрасны. Это знаковая стучка. Слава Украине! Героям слава! Да, я еще хотела бы объяснить, почему у нас этот человек в красной шапочке с буквой «М». Недавно мы столкнулись, а как в лице Автомайдана Одессы, мы столкнулись с проплаченными техническими кандидатами. Это господин Алексей Дурнев и Александр Барабошко, которые бегают по городу в костюмах суперменов. И, по их словам, пытаются взять интервью у того же Рондина и у остальных кандидатов в депутаты. Шапочку мы реквизировали, отдаем ее Сергею Васильевичу, наверное, для того, чтобы он понимал, что все его махинации и схемы, они всем давно известны, и также проплаченные технические кандидаты тоже всем известны. Теперь я предлагаю, наверное, все-таки перейти к нашему дальнейшему мероприятию и, наконец-то, навсегда очистить нашу страну от нечисти под названием коррупция. От имени народа Украины мы обвиняем коррупцию в насилии над правами человека. Давайте ее за это послушаем. В судейском произволе, в прокурорском произволе, в тщении народного имущества и в убийстве бизнеса. И приговариваем к смертной казни, чтобы больше никогда ни один человек не пострадал от этой нечисти. Кто за смертный приговор коррупции через сожжение, я прошу поднять руки. Единогласно, практически. Ребята, смертный приговор отойти на пару шагов назад. Сейчас наши палачи приведут приговор в исполнение. Дай спать, что я передаю эстафету. Господин Чучело передает эстафету кому? Кому бы вы хотели, чтобы он передал эстафету? Шуфричу! Шуфричу, так, еще кому? Путину! Кернесу! Кому еще? Тегибка! Покороны. Покороны. После того, как наш человек догорит, чучело наше догорит, мы установим мемориальный памятник. Соберем пепел в урну и у нас на Жуковского 36 открывается музей коррупции. Там будет установлен этот памятник и будет стоять урна с мусором, чтобы каждый человек мог подойти, плюнуть и проклянуть. Слава Украине! Ребят, не стесняемся, подходим ко мне, делаем записи для Сергея Васильевича. С пожеланиями. Марк, начинай. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.